Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Ирина Шухаева, и мы продолжаем с вами говорить о языке современного художественного текста. Насколько он отражает всё, что с нами происходит, насколько он нас возвышает или принижает, помогает размышлять или, наоборот, отбивает всякую охоту думать. Все мы разные, язык произведений у героев разный. И вот что такое это интересное слово «рефлексия». «Рефлексия» от английского слова «рефлекс» — это обращение назад или отражение. То есть, говоря такими более простыми словами, «рефлексия» — это осмысление практической деятельности. Это те мысли и выводы, которые человек делает по какому-то практическому результату. И поэтому, конечно, можно смело говорить, что языковой рефлексией занимаемся мы все. Мы оцениваем ту часть жизни, которая у нас уже произошла, мы делаем какие-то выводы, мы отвечаем на вопросы, как, зачем и почему это всё происходит, и что делать дальше, ну и кто виноват обязательно. Это такой дежурный любимый вопрос и читателей, и авторов, и, конечно же, их героев. И поэтому, естественно, герои в произведениях постоянно думают, что-то оценивают, что-то делают. И таким образом, так сказать, автор получает возможность как-то вот поумничать, донести до нас какие-то свои выводы причинно-следственные связи, к чему-то призвать или, наоборот, от чего-то предостеречь. И, естественно, всё это происходит посредством языка. Но понятно, что нам будет с вами скучно читать, допустим, произведения, состоящие исключительно из размышлений героя, даже если он думает над какими-то важными и ключевыми моментами или событиями. Нам, естественно, интересны действия, интересна динамика и, безусловно, интересна речь. Вот тут происходит очень часто такое забавное явление, когда беседуешь иногда с молодыми авторами по поводу их произведений, потому что опытные авторы, они уже эту тонкость точно знают, а у молодых иногда встречаются в диалогах такие, знаете, удивительные вещи, как там даётся оценка ситуации, люди кричат друг на друга, они выясняют отношения. При этом они кричат такими сложными конструкциями из причастных идей, причастных оборотов, которые выговорить на ровном дыхании, прочитать с первого раза просто невозможно. Когда предлагаешь автору, что, ну, посмотрите сами-то, вы что написали, это они не думают внутри себя такими сложными словами, красивыми метафорами, всякими образами, сравнениями, они друг на друга кричат, в ответ очень часто слышат такое важное заявление, что, а надо поднимать читателя над обыденной речью. Вот тут-то вся тонкость и заключается. Не поднимать читателя над, а наоборот, автору, когда он работает над языком своих героев, очень хорошо бы знать все особенности современной живой речи и их, конечно, использовать. И вот отсюда такая возникает общая установка, что общей чертой, объединяющей произведения, созданные в русле разных художественных направлений, является стремлением их авторов погрузить читателя в стихию живой речи. И никак не наоборот. Не возвышать читателя, это такая общая, конечно, задача у автора, а пользоваться теми словами, теми оборотами, теми языковыми средствами, которые сегодня популярны, которые понятны, которые доступны. И сегодня, конечно, очень разными являются проявления таких языковых особенностей и в разных областях, в разных деревнях, в разных небольших городах. Но, как правило, литературные герои, они не перемещаются из больших городов в маленькие. Но если там только какое-то бегство, или кто-то скрывается, или что-то случилось, как правило, идет такое общее течение наоборот. И люди едут в Москву, в Петербург, в другие крупные города. Нужна работа, нужно выжить. Опять же, вот эти вот гламурные идеалы и эталоны, которые нам навязывают средства массовой информации, индустрия шоу-бизнеса, да и кино тоже, в общем-то, этим отличаются. И понятно, что большая жизнь, она происходит в больших городах. И у больших городов есть определенные какие-то понятия. Это язык улицы, язык общественного транспорта, язык пробок. А то, как люди оценивают события, как надо себя представлять. То есть, попадая в большой город, любой литературный герой начинает быстренько расставаться со своими какими-то языковыми изюминками, с какими-то такими выделяющими его моментами в речи и старательно стремиться говорить, ну, и, в общем-то, и делать, как все, да. То есть, с умным видом рассуждать, есть ли жизнь замкадам, да, стараться из замкадников, понаехавшие тут, или просто понаехавшие, стать представителем элиты, будем надеяться, что вменяемый, да. Мы на прошлой беседе с вами говорили, где плебс, где элита. Это тоже, в общем, теперь такое попытка деления общества на классы. Но я немножко о городе. Ведь город или улица, где находится герой, да, вот это такой как бы фрагмент не совсем языкового творчества, да, это граффити. С языка улицы он какой-то свой остался. И на заборах тоже, в общем-то, по-прежнему написано. Интересно, что вот это вот царство билбордов, да, рекламных счетов, растяжек, ну, везде там, где можно уже, на скамейках, на остановках, раскрашенные всяческими рекламными слоганами ходят троллейбусы, маршрутки. Вот среди всего этого места для забора на заборе написано, оно все равно вот как-то остается. Вот если вспомните, был такой нашумевший фильм «День выборов», где против кандидата, за которого боролись наши герои, вдруг в городе на всех заборах появилась надпись «Цаплин вор». Ну, так сказать, ребята, которые работали в его команде, они поэтому не зря получают свои большие деньги, они быстренько выкрутились, и надпись «Цаплин вор» превратилась в надпись «Цаплин воровать не даст». То есть, в общем, такое вот место, оно все равно осталось. И специалисты, которые исследуют, и надписи на заборе, это тоже часть языковой культуры, это интересно. И граффити фиксирует, к сожалению, два факта. Это очень сильная агрессивность и очень сильная удрученность. То есть, в общем, какой-то вот элемент юмора из творчества на заборах постепенно уходит, и это, так сказать, специалистов огорчает и настораживает. И все улицы, да, они являются частью города, и каждый город имеет какой-то свой образ, свою энергетику. И, конечно, для авторов, для хороших авторов, для богатых, это такой вот повод для тех же самых рефлексий, для размышлений, определенные какие-то вот интересные сравнения, находки. Я вот приведу вам такой пример автора о Петербурге. Это было на углу Фонтанки и Невского, у светофора на Аничковом мосту, где четыре кентавра разлучились сами с собой, образовав четырех юношей и четырех коней. Теперь каждому юноше приходилось удерживать коня за повод, а раньше они не различали, где начинается один и кончается другой. Берегите любовь. Это кентавр. Это мутант двоих, которому так легко распасся на неволшебные составляющие с поводьями, уздечками, дрессурой, преудалением, понуканием. Список длинен. Короткими передвижками ползли машины, и я думала о странности моих отношений с этим городом, с этим живым субстратом, с Питером. Я приехала и пропиталась городом исподволь, вбирая в себя не показательные красоты, а некие архитектурные шорохи и судьбы, приговоренных к жизни зодчих. Перестукивалась мысленно с тем, кто сочинил эту вывеску. Гаргантюа, диетическое меню. Посылала сердечный привет чудаку, запустившему в небо большой гелиевый шар с надписью «Мизантропы и похондрики», всем немногим остальным с любовью. Город впитал меня, не отторг. Даже мелкие бюрократические иезуитства послушно спрятали когти, не цапнув ни разу. Он водил меня по плиточным тротуарам центра в свои булочные, кофейни, лавки. Показывал мне, смотри, что я придумал. Я читала вывеску «Кайфетерий про кофей». Боже, за что мне дарован селингвистический кайф? Где еще на этом свете есть такое?» Ну, это пример просто такой сочный и образный, но не оригинальный, потому что вот тот язык вывесок и тот мир, куда попадает человек, приехав в большой город или вдруг там по каким-то причинам, по каким-то обстоятельствам начинающий обращать внимание на то, что происходит, немножко так выпадая из какого-то такого привычного цейтнотного круга, дом-работа, дом-работа, магазин. Вот, пожалуйста, вам описание московское, то было питерское. «Февраль действительно стоял мерзкий, впрочем, как и всегда. Под ногами отвратительная серая каша из бензина и машинного масла, приправленного снегом. Над головой не менее отвратительная каша из рваных серых туч. Люди на улицах также не разнообразили пейзаж. Прохожие были одеты достаточно ярко, что характерно для зимней Москвы, в которой в это время года все как сговорились изображать этакое летнее настроение, надевать вдруг оранжевое, зеленое, желтое, красное. Вроде им вдруг показалось, что они живут в Лос-Анджелесе. Одетцы-то они оделись, а вот лица, лица не изменились. Лица оставались неизменно серыми и перекошенными, будто всех в городе одновременно тошнило». То есть вот, пожалуйста, Московская улица, февраль, довольно-таки похожее явление. И говоря о языковых рефлексиях, конечно, мы отметим, что они разные у разных групп. Деление людей на группы, оно условное, поэтому я не буду вам морочить голову. Скажу только, что все-таки у каждой группы есть какая-то хотя бы формальная особенность. Это либо образование, либо возраст, либо какая-то профессиональная принадлежность, принадлежность религиозная. В конце концов, тот же самый половой признак. И все они будут по-разному говорить и по-разному думать. И все это авторам хорошо бы улавливать. И вот говоря еще о таких явлениях, которые часто обсуждаются, которые так или иначе обязательно отпечатываются, это обсуждение новостей. Хотя сейчас уже специалисты говорят, что даже самая ужасная новость где-то больше суток людей не занимает. Это должно быть какое-то значимое событие. Например, как отличилась наша команда на Олимпиаде. Это обсуждали рекордно долго. Ну и чемпионом по обсуждению среди людей разных совершенно возрастов, групп, религиозных, социальных направленностей, это чемпион, конечно, кризис. Вот опять же по поводу кризиса приведу вам пример. Естественно, он тоже перекочевал в художественные произведения. Я художественный текст читаю. В мировых столицах российской элиты настроение тоже было весьма подавленным. Кризис на финансовых рынках принес головную боль как раз тем, кто считал, что заработал достаточно денег, чтобы навеки от этой головной боли избавиться. Но распоряжением своими деньгами приходится заниматься ровно столько же времени и с таким же усердием, с каким когда-то эти деньги добывались. Не будь у меня столько денег, мне бы и в голову не пришло следить за новостями. Я беспокоился бы из-за этого не больше, чем моя бабушка, которая в ответ на все разговоры о кризисе только смотрит на меня невидящим взором и продолжает разглагольствовать о том, как плохо поднялось у нее тесто по сравнению с 1913 годом. Биржевые котировки снижались ежедневно, и все вокруг меня говорили только об этом. Один за другим передо мной возникали мои друзья и знакомые, и каждый считал своим долгом оповестить, как мудро он извлек свои сбережения из акций буквально накануне обвала. С хитрой миной все они являлись ко мне в офис, пили зеленый чай и мудро улыбались, радуясь собственной прозорливости и делая безошибочные прогнозы разной степени срочности. А потом, с легким надрывом в голосе, просили зайти в интернет и узнать последние новости с рынка. Однако сообщения о новых рекордах падения почему-то повергали их в уныние. Под конец, само собой, мне стало казаться, что на фондовом рынке остался я один. Поэтому и принялся обзванивать тех, кого еще не слышал с момента начала рецессии, убеждая их, что уж я-то свои деньги вытащила с финансовой пропасти давным-давно. Так или иначе, характеристика кризиса, кто насколько пострадал, кто потерял работу, кто сбережения, оно очень сильно отражается и в сегодняшних произведениях, и будет отражаться еще долго, потому что мы с вами понимаем, что все еще не закончилось, процесс идет, и куда он приведет, нас совершенно непонятно. Вот теперь я хочу поговорить о такой большой группе людей, которые объединяет в себя эта группа. И разные возраста, и разные специальности. И это так называемые поклонники интернета. Интернета вот как того самого отхожего места духа, как сказал Пелевин, да, это вот интернет-блоги. Но все-таки, когда человек торчит в живом журнале, да, или там постоянно зависает на одноклассниках, или участвует в каких-то там форумах, чатах, обсуждениях, он все-таки, ну, более или менее себя контролирует, безусловно. Это тоже такая игровая форма, самовыражение личности, да, когда можно спрятать пол, можно придумать себе определенный образ, можно позволять себе там любые комментарии, ну, естественно, в рамках каких-то определенных правил. То есть стремление как-то вот выразиться, оторваться, отвлечься, это одно. Но есть еще такое более серьезное и более опасное явление в сегодняшней жизни, это компьютерные игры. И не случайно специалисты компьютерные игры относят к одному из видов информационного оружия, потому что вероятность разрушения личности очень велика. И, безусловно, сегодняшние авторы эту опасность понимают, пишут для нас произведения и показывая тем самым, насколько игра может быть полезной и насколько может быть опасной. Вот хочу вам сказать еще один такой интересный факт, прежде чем немножко почитать о том, как именно, как описывается мир компьютерной игры в современных произведениях. Я вам хочу сказать, что еще в середине прошлого века советские психологи обратили внимание на такой интересный факт. Археологи во время раскопок не находили игрушек. То есть у человека, у того, который постепенно создавал ту цивилизацию, в которой мы живем сегодня, времени на игр не было. Он сразу оказывался вовлеченным в жизненный процесс. Да, находили какие-то там маленькие копья, маленькие стрелы, какие-то маленькие приспособления, но они все были такие же, как настоящие. То есть человек, в общем-то, родившись, он сразу боролся за свое место под солнцем. Он участвовал во взрослой жизни. И осознав этот факт и подумав над ним, ученые пришли к такому выводу, что чем выше уровень развития цивилизации, тем дольше период детства. То есть мы с вами родом из детства, и довольно-таки долго это продолжается. То есть у нас появилась возможность поиграть, даже когда мы уже выросли. Я же не говорю там огромному количеству индустрии развивающих игр для детей. Но вот компьютерные игры, это стала такая вот мания, такое увлечение, в которое, естественно, впадают и взрослые. Может быть, вот именно это вот уже уровень развития цивилизации, которая позволяет нам поиграть. И тут вот прямо на обложках написано, что игра уже играет в тебя. Как бы ни казалось человеку, что он всем этим процессом управляет, и он там сам с собой может быть таким, как хочет, на самом деле все это далеко не так. И все это, кстати, с большим действительно интересом и большой осторожностью над этим увлекаться. Естественно, что все хотят стать лидерами, да? Вот стать лидером не так уж сложно. Удержать лидерство сложнее. Вокруг столько конкурентов, и тот, кто был самым сильным игроком, к примеру, год назад, через год, может стать, если и не слабым, то просто одним из многих. Потому что онлайн-игра – живой и меняющийся организм. И жизнь ее зависит от того, как много народу в нее рубится. Да еще забудь-то это зарубежное слово «геймер». Оно сейчас, конечно, модно, но к онлайн-играм никакого отношения не имеет. Геймеры в стрелялке рубятся и в симуляторы. Это они могут за минуту 200 раз повернуть мышку на 360 градусов. Это они за минуту могут войти в незнакомый зал, наполненный чудищами, быстро оценить обстановку, всех убить, остаться в живых, да еще болтать в это время по телефону. Интересно, когда же руки настоящих геймеров будут сравнивать с руками хирургов и пианистов? У пианистов ловкость рук и похуже. Кнопки на клавиатуре ведь меньше по размеру, чем клавиши на пианино. И тут еще интересный момент. Хочу обратить ваше внимание. Все равно автор, когда пишет произведение по поводу компьютерной игры, он все равно, как бы, вход происходит из реального мира, да, берется реальный персонаж. Вот в этой игре девочка подсела, в этой книге девочка подсела на игру, потому что сломала ногу. Мама отобрала мобильный телефон, унесла шнур от телевизора, доступ к компьютеру оставила, чтобы девочка готовилась поступать в институт. Да, как мы сейчас все говорим, я спросила у Яндекса, и иногда там на простое словосочетание внизу появляется такая удручающая информация, что по вашему запросу там найдено сколько-то миллионов страниц. Ну, девочка вместо того, чтобы готовиться к поступлению в ВУЗ, попала в плен компьютерной игры. И, естественно, у автора стоит задача показать, что эта игра дала, и выход, он все равно оказывается в реальной жизни. Здесь вот забавно, автор предлагает два варианта. Один кончается гибелью героини, второй таким полным хэппи-эндом. Но об этом мы поговорим, как о проявлении авторской позиции, о таких психологических особенностях, автора разных типов. А сейчас вот интересно, как все-таки происходит выбор образа, выбор того героя, персонажа, за который ты будешь рубиться. Вот представь, когда ты регистрируешься, тебе предлагают на выбор, например, две расы или несколько раз. А ты еще новичок полный. Тебе ни одна раса ни о чем не говорит. Ты понятия не имеешь, за кого лучше зарегистрироваться. Поэтому ты зарегистрируешься за тех, кто тебе внешне больше понравился. А внешне понравятся тебе, допустим, рыцари. Ну, оно и понятно. Красивые мужики и тетки. А как еще может выглядеть рыцарь? А варианты предлагаются, допустим, только гномы и мертвецы. А гномы, как ни пытайся, красивым не нарисуешь. Иначе и не гном, в общем, получится. И мертвецы тоже выглядят вовсе не как Жанна Фриске в ночном дозоре. Поэтому и получается, что за рыцарей зарегистрировалось много, а за гномов и за мертвецов мало. Вот и начинают выйти первые и вторые. Первые, что соперников на всех не хватает, по десять рыцарей на одного гнома. Вторые, что пройти спокойно нельзя, сразу на тебя нападают и количеством давят. Тут еще немножко времени осталось. Поговорим о таком интересном еще моменте, как в любой игре должен быть баланс. Должен быть баланс. И еще должны быть такие вот интересные всякие вещи, как антураж, как героя нужно одеть, как-то представить, потому что иначе ты будешь выглядеть лузером. А лузер это неинтересно. Если картинка с одеждой на сером фоне, это значит ты лузер. Стыдно такую одежду носить. Нужно, чтобы на зеленом фоне картинка была. Тогда ты крут. Такой шмот в магазине не купить. Можно только с ботов выбить или у других игроков. Но это непросто. Игроков много, а шмот редко падает. На всех не хватает. И стоит недешево. Такие деньги в игре не заработать, только если в реал вложить. То есть все равно, как сказать, игра игрой, но остается такая вот завязка на реальности. Так или иначе, в любой компьютерной игре найдется возможность выкачивать деньги, если ты не хочешь, как это положено, сутками рубиться. Причем рубиться, естественно, по вечерам. На то есть два резона. Во-первых, народу в игре больше. Все уже с работы пришли, кто-то поужинал. Ну и развлекуха. Во-вторых, у админов рабочий день заканчивается. Можно беспределить. Вот по беспределить очень хочется. Главное матом в чате не ругаться. А то админы, они баланс должны соблюдать. Бывает и такое. Если люди начинают массой давить, заходят за магмаров админ и каким-нибудь суперским артефактом быстро всех противников убивают. Потом, правда, нытья на форуме много, но что поделать. Вот это интересно. Автор сравнивает мысль, вроде бы девчоночка совсем, а так наблюдает, что баланс в игре, это как вот разговоры о мире, где идет вечная война. Главное, чтобы процесс был интересный, но никогда никто не победил. Такая вечная игра, да? То есть игра уже играет в тебя. И поэтому не совсем важно, какими словами, и там, как это все называется, по каким правилам идет игра. Важно то, что, в общем, нужно помнить, что поиграть это хорошо, но неплохо бы вернуться вовремя в реальный мир и помнить, какими словами ты говоришь, какими словами ты думаешь. Вот. На этом сегодня мы беседу заканчиваем. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok